МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Малена сам волал да изтражувам, да се бавим некаквим тешким проблемима и интересантно е да сам од Малена волал да организуем ствари, да организуем льуде, да ли это бил футболски тим или између две ватри, што е интересантно, да се то каснје, рецемо, то сам радил са 10 година, 14 година, кад сам напунил 35, игном случаја сам и на неким проектима морао послје да радим и да организуем лјуде, по ми то било онаква интересантна ствар да је таз хоби некако или нешто природно, што ме ни касније постало да је вам мук свакодневно муѓу посла. Науку сам заволео на факултету. Тутрнаја сам у Пису 1998 година, неко што сам рекао. Интересантна е ствар да сам се двомил између факултета технићих наука и технолочного факултета. И обе ствари са ми било онако върло занимљиве. Било ми интересантно да, што би рекли, бувћкам ствари, а опет сам јако ми деловао интересантно да креним и радим нешто с рачунарима. Зачи, то су биле две онако ствари које су ми биле върло интересантне и найболји други заправо уписивао факулта технићих наука и онда је то некако преувамило на крај. И кад сам једнам ућу на ФТН, нисам и зашо више. Једностановно сам остао ту до данас. Чак и кад сам уписивао факулта нисам баш био сигуран да ли ће одмак отићи на рачунара или не, и некако је преломило, не знамо. Несам био дете, имао сам комодор, ако неко од вас да зна шта је комодор, и ту сам покушавао неке своје први кораки у програмиранју, али заправо озбиљно, озбиљно програмиранје, ако не рачунамо, нешто мало ситно у средњу, скојо сам радио овде кад сам дошел на факултата. Трећ години сам дошел на идеју, односно свидела ми се идеја, да постанем асистент. Некако ми, прво, на то сме мотивисали наши асистенти, који су тада радили, и већина јих су сада професори с којима са радзвијем. Одностно ми је тај посо делало јако, јако, јако занимљиво. На друге години студија сам имао прилике да опознам својог садашњих ментора, професора Драгана Иветића. Он ми је држао један предмет, прво као асистент, а касније ми је држао професор на петој години предмет. И ту некако смо нас двојица већ спосојали, не може да са радњу, а на неке видо разумејање. Он им приметио моје радове, и на тај наче каде сме је дошел кој нјега, на петој години на петој години, некако смо договорили са радњу. И ја сам, како сам депломирао, тако сам се запосил на ФТН и посо сам ту асистент. Професор Драган, он у суштини се бави и интерактивен човек рачуна, рачунарском графиком, и некако заједно са њим сам и ја ушел ту област. И иницијално, када смо размишалијаје, ја ли ја кад сам завршил факултет, то је било по старом плану и програму, и ја сам писал магистарске студије. Значи, нисме још овек прешли на Болонју, то је било 2003. година. И одда на тим магистарским студијама, заједно са ментором смо дошли на идеју, којом би ја то облашће мога да се баје. И одда једностовно ме он усмерио ка компресиви податак. Пошто то време је он покретао нови предмет, интеракција човек рачунарад, ја сам њемом тада био први асистент, и уз нјега сам некако заволио и ту област, наућну област. Тако да смо ту започели то некакво истраћивање и ту сам кренуо у працу компреси података. Са данас, између осталог, држим предмете из компреси података, држим предмете из интеракцији човек-раћунар. Одскора сам почето да држим и предмет из теорији алгоритама, и дуже време сам држао увод у програмиране. Што морам признати, једно, онако, врло, моја трећа љуба, ако погледамо те научне области и занимљлињост, јер ми се јако допада да радим с младим људима, наручни су младим људима који се први пут усећао са програмиранњем, и кога некоја треба објаснити шта је то програмиранње, како го увести у програмиранње и како да он развије тат алгоритмски наће наћања, како некоја мотивисти да он остави тим путем, или у старту некому објаснити да не е за то. Програмиранње, иако е популярно и привлачно, ние остеје једностаново и ние лако. Значи, ако немате одређен наћа наћа на размишљања, можете да научите да програмирате, а не ће научите да будете добри програмир. Значи, то едностаново морате да истренирате, истестирате, и стреби да ви дошли до тако неке, до неког врховског нивола да бите прави програмир. Кад данас некоју прићам да сам я размишлил да је да останем FtnL и да је да подосинем FtnL, неко помисли, «Хеј, чак и стани, ти си програмир, ти си завршио програмиранње, посла за програмиране има преко главе, што би остаео на факултету кад се погледајо разлике о платаме». Време кад сам я завршавао факултет, чекало се до шест месеци на посла, и ние било толика помамо на 2003. Ние било толико програмирски фирме који постоје данас. Данас, у суштини, младе колеги чекаю минус две години. Значи, не да завршаваје факултет, некој им већ нуди посло, и постоји потреба за њима. Я, на пример, нисам имао тако. Не, нисамо тако, и зариму сам избор. Могу сам отиће на неко од места, а мене се заиста, заиста, свидело да остане овде. Плюс, кога се бавите науком, имате прилику да истражете нови ствари. Врло чесно имате прилику да прери дођете о контакт са неким култ технологијама, а друга ствара што је занимљиво, што је мене овде допада, јесте могућност да радим са младим људима. И некако... Јва, ја сад направим 41 годину, али ја некаким овоће да сам я увећ са том првом годином, да увећ имам 19-20 година, и сваки пут дођу неки нови млади људи који ме на неке наче до полемене и дају ми неке ново искуство, и у том је тако фантастично. То је одно што ми се свиђа. Са ја кажем да је ФТН моја кућа, и мене је ФТН пружио јако пуно. У погледу посла, у погледу могућности стручного савршавања, имао сам прилике да гледам како ФТН расте и како од, рецимо, прве године, кад сам држао настау, било је је 27 на 5. години, који су као биори програмери, де данас јих имамо, значи, то, не знам колико стотина, не хилјаде студента. И то је само показати колико развој соотфера програмиране, соотферско инженерство, траже на овом пренутку за нимање и колико младих лјоди заправо долази код нас. А колико информација, чини ми се имам, још их недосте. Значи, ставно постоји потреба за нима. Многу ствари које сам радио и пројте, кад сам ого добирам, углавном билао по томе колко са они занимљиви и не толико по томе, дали са они уносни или тако, дали са мене бити занимљиви. Или може да тим који раде на тим проектима занимљиви. Значи, то никогда не је, како се зове, меѓусом не исключиво. Пројект може бити неки досадани лјуди кога раде на том проекту, тако са занимљиви, да је супер радити са нима. Што се тиће магистрских, многу магистрског изтраживања, за магистрског изтраживање сам, како што сам рекал, са својим ментуром крему у област компресији и података, и тад 2003-2004 је од 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 и стали доступны, и все еще начали их иметь. И одна интересная тема была как, не только медицинские, но и генералные снимки, как обмогути пренос медицинских снимков и до мобильного телефона, чтобы кто-то мог это посмотреть. В том периоде мы не имели смарт телефона, как у нас есть сегодня, и не было коммуникационной мрежи из между урага, но не было так много, чтобы вы могли взять регионологическую снимку в полном своем капакитете и посвятить на какие-то дела. Например, в том моменте, один из самых новых компенсационных стандартов был JPEG 2000. Это, например, книга, которая считает, что это компенсационный стандарт, и дайком стандарт в медицине, где год дадите, например, в больницу, и когда вы обрадите некий от этих скринингов, в том формате, потому что это служит для коммуникации внутри медицинской информационной мрежи. То есть это служит для преноса CT-скенера до, например, теста прочунала некого лекара. Это супер функционировал, но этот стандарт в том моменте не имел поддержку для мобильных телефонов. То есть, если бы ты мобильных телефонов для мобильных телефонов, в том моменте, то есть, когда вы возьмете больше компенсационных техники, чтобы сделать эволакцию, для медицинской системы, с этим и теми характеристиками, то есть лучше выбрать эту компенсационную технику. И сейчас это интересно, потому что это опять в период, когда у медицинской области есть всегда интересный момент, и в том период, когда я начну это делать, это была интересная область, и было интересное исследование, но это интересно, что у медицинской области есть проблем, когда вы скажете, что медицинская слика и компрессия податка. Почему? Потому что медицинская слика используется для диагноза. И если вы скажете некоторым что она компрессована, а когда вы компрессируете эту слику, вы можете компрессировать с губцами и без губитков. Если вы скажете некому что она компрессована с губцами, например, у лекарства, они сразу погубят и не будут ли они позволят себе что есть возможности грешки и они донесут погрешенную диагнозу, или они удовольствуют за это. И это всегда был изазов, когда я писал Радович, что нам компрессирует в медицине? И у нас всегда есть родители, брани на какой-то начин, чтобы объяснить, но нет проблем. Генерално, с ликой медицинской, и на многих мультимедийных информаций, они изобразили очень много пространства. У нас есть триллионы и триллионы податка. И если нет компрессии этих податков, то будет очень быстро распространять все ресурсы, которые им надо располагать. Когда вы компрессируете фотографию, вы действительно устраиваете компрессирование фотографии так, чтобы вы выставите свои вещи, которые окон не видят. И они дали, может быть очень хорошо, но это не такая оригинальная фотография, вы эти податки вы выставили и на такой начин, что вы выставили до 10 раз уже в медицине. И вот здесь, к этой технике за эволакию, выставили очень хорошую технику эволакию, с офицерским кучами, не только в Новом Саду, но и в целом Сербии. И потребность за инженерами, и потребность за программерами превосходно была значительно росла. И в этом моменте я имел, не знаю, сречен, чтобы получить контакт с господином Миланом Шоваевом из Ординского ГИКТ кластера, который начался организовать преувеличение. И это, в общем, было идея, на которой мы тогда разговаривали, что мы можем сделать программеры за некий довольно краток период от некого, кто не был программер, кто не завершил факультет на ФТНЛ. Мои мысли, что вы не сможете сделать за несколько месяцев, не сможете сделать вручную инженеру, не сможете сделать некого, кто будет проводить производство, кто будет осмешивать решения, не. Но вы можете приглашать людей, даже если они имеют инженеры, инженеры, и вы можете научить их и быть полезными, и работать как юниори, чтобы программировать, это можно. Мы осмешили два курса. Один был для начала программы и один для начала программы и один для начала программы и с темом моего коллега с ФТНЛ из Устрии мы осмешили один курикулом и один программ вместе с Миланом. И тогда мы успели это один год и два года и два года мы получили и мы пришли к курсу на 6 месяцев и вы успели и успели обучить один множество людей, конечно, от полазников, чтобы они начнут учить программирование. И имали прилично успеха и да они пронадят поселом, и да сами с тебе промолицу. Это было очень интересно. Я держал уводные предметы, уводные программы, и это был не истин принцип как когда предъедете студентами на первое годы, например, уводные программы, и тут часто приходят люди которые слушали программы, которые знают что-то, и желают это делать. А здесь приходят люди, честные люди, которые слышали и это бесплатно, и это интересное для чего-то есть. И тогда это первое время в коем вы процедите ли люди это могут, или не могут, и вы создаете какую любовь. Я очень желаю работать вводное программирование, так что это очень интересная вещь, которую я работал, особенно что эти люди очень активированы в работе. Конечно, мы получили люди которые, вообще, не могут это. Так что, это было для них до конца. И, я бы сказал, что эти люди, не только после курса, но и с значительным направлением успешно успевали до каких-то позиций. Моя работа является дуалом. В основном, это ведение молодых людей, работа с молодыми людьми, работа на подмладку в смысле не только их образование, но и их мотивирование, чтобы образование привести к краю, а потом поднимать еще дополнительный уровень. Второе, исследование. Потому что у нас на факультете все ожидает, что мы получаем исследовательные результаты, создаваемые научные результаты, создаваемые результаты. интересные проблемы с этим исследованием, что если вы работаете только в окружении академии, тогда вы должны читать научные работы, чтобы видеть то, вы понимаете, исследование будет работать. Много лучше, например, культура с сотрудничеством, сотрудничеством, с сотрудничеством, с проблемами, и вы можете работать так, что вы решаете проблемы с ними. Это очень интересная вещь. Я сейчас несколько кандидатов в докторских студиях которые я веду к их докторату и трудно им все эти темы которые мы даем будут темы которые действительно могут быть нужны из одного окружения. Может, это необходимо, чтобы мы находимся с докторами, и они говорят что они нужно им легко работать. На одном ном проекте мы получили дубинскому скенированию которые можно скенировать люди, предметы. Это очень известная компания с которым мы тестировали результаты с конкуренцией и показали результаты конкуренции. Интересная вещь мы сидели в одной канцеларии которая была из-под светларика. Мы начали и работали и все плохие результаты, ошибки. Мы стали и более прочитали как работали и технологии. Мы не смогли тестировать. Мы работали ночью. и мы делали природное светло. И коллега и мы смотрели разные эффекты поверхности поверхности. Он взял бумагу и узел бумагу и взяли ленир и изрезали из-за 2 метра. Мерили от камеры, сенсора и газили светло, сканировали и палили. Мы сделали очень доброе исследование, которые не смогли публиковать. из-за простого и показали что это из-за конкуренции. Но мне как научный доказ что не что не что не но они не могут открыть что это не было интерес из-за научного результата никогда не объявлено. Что я занимаюсь интересным исследованием, я работаю с коллегами с коллегами. Мы сделали машинскому учению. Когда я начал магистрат студию, я получил медицинскую и медицинскую снимку. И тогда мы работали такзвали техники которые не базируют на машинском учении. Сегодня моя докторантинка сотрудничества с доктором Ману Мороз, оптомолог, и вместе с ним мы стараемся развиваем алгоритм базированный на машинском учении, который помогает в ранней детекции определенные anomалии на око временем родственных вебов. Это такзвали ропы, которые могут привести до слепила. И есть несколько членов у него. И уже много медицинских видов, с ним развиваем алгоритм для других проектов одни скандинавскими компаний идея да наместим систем за платение. который бы использовал блокчейн, чтобы помнить ситуацию в которой вы сейчас дадите, купите кафу, а потом дадите информацию о том, на которой целая та кафа была направлена, как она была преобразована здесь в Србии, сколько экологически транспорт влияет на планету Земля, сколько экологический футпринт. Мы находимся в концептовой фазе, и праздновательным работаем в студии изводительности, и праздновательным работаем, и мы рассчитываем, что у нас будет удача, что у нас есть богатый уровень новых работ. И я участвовал с инженерами и исследователей из Америки, из Запада, из Немецки. Что мне привезло на мою историю о Србии, что инженеры из Србии не начали с инженерами из странства. Я участвовал с инженерами из Запада. Когда я участвовал с инженерами из Запада, я думал, что сейчас я научусь о работе и технике. Сейчас я научусь о профессионализме. Сейчас я научусь о каком работе из Србии. Мы учили их как они работают. Мы были профессиональными, точными, прецизными. Мы были более гордивыми, что-то в том, что мы решили, что-то изминулируем, и мы увидим, что это работает. И только тогда мы попробуем да направим некий hardware, некакву кабину. Доксони одменишли с первым идеей, он граде кабину. К чему та кабина немало не была ефтина, разумеете? Значи, было очень интересно понимать, что мы здесь имеем, даже можно признать, темы с которыми я зародил, и люди с которыми я зародил, мы имеем вредную высокую работную этику и очень критичную ставку против себя, и работа над этим работами, их завершавање, рокови, квалитет, мы очень согласно это делали, например, за разлику от инженера и других стран, которые важны за инженерские профессиональные средства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова